Господи, Сил, с нами будет, и договор разве Тебе, помощникам скорбек невинамы. Господи, Сил, помилуй нас, Господи. Христос воскресе! Здравствуйте, дорогие мои друзья! Пусть мир и благословение Божие пребывают со всеми нами. Радости, праведности и мира от Духи Святого. Доброго всем дня и хорошего настроения. Вот мы с вами и подошли к последнему дню празднования Пасхи Христовой 2019 года. 40 дней от воскресения Христова до Вознесения. Сегодня последний раз мы приветствуем друг друга этими самыми прекрасными в мире словами. Сегодня, в последний раз в этом году мы совершаем богослужение пасхальным чином. Там звучат молитвы, тропари, напоминающие нам о Пасхе. Конечно, в течение года нам Церковь будет напоминать об этом событии. Каждый воскресный день в субботу на вечернем богослужении, воскресенье, утром обязательно. Но всё-таки праздник Пасхи в полной мере завершается. И сегодня отдание. И очень надеюсь, что мы смогли в какой-то степени сохранить ту силу жизни, энергии, радости, мира, которую Господь нам даёт проживать каждый раз в пасхальные дни. Ну потому что без этой радости жизнь, она настолько бледная, бесцветная, ну духовная имеется в виду. И, конечно, вновь и вновь хочется пожелать, чтобы мы искали этой радости, чтобы мы своё сердце готовили, чтобы этой радости никто от нас никогда не отнял. И сами мы у себя этой радости не отняли. Но для этого должны быть всё-таки определённые условия. Один человек недавно спросил, ну а как, разве не может человек быть в общении с Богом, ну и вообще наследовать Царствие Небесное, если он замечательный, хороший, добрый человек, вот он делает добрые дела, но мало ли, что он там не крещённый, в храм не ходит. Но, наверное, можно поразмышлять на эту тему, но вот есть фонарный столб. Вот он стоит, никому не мешает, он зла не делает, он делает одно только добро, он освещает участок, за который он отвечает. Но фонарный столб не наследует Царствие Небесного, потому что он мёртвый, потому что в нём нет души. И человек без определённых действий, он тоже духовно мёртвый. Но так мы рождаемся. Мы рождаемся изначально в отрицательном состоянии. То, что мы называем первородный грех, это тот дефект, та врождённая наследственная генетическая болезнь, которая умертвила нашу душу. То есть наша душа, она не жива, она не живёт жизнью духовной. В ней отсутствует вот эта связь со Святым Духом. И душа, она обслуживает потребности тела. Ну вот как у животных. Есть душа, но она сосредоточена в том, чтобы животное жило, продолжало свой род, обустраивало свой быт. И так у людей часто бывает жизнь исключительно животная. Ну, конечно, с элементами душевности, но отсутствует духовная. Потому что духовная жизнь, она зарождается в таинстве крещения. То есть в момент того, как человек походит вот это священное действие, Дух Святый оживотворяет его сердце, его душу, соединяет с собою. Священное действие даёт дар Святого Духа. И дальше задача, конечно, это дар, во-первых, сохранить, а во-вторых, умножить. И, конечно, для этого человек должен быть встроен в систему, в систему жизнеобеспечения. Ну вот представьте, есть атомная электростанция, которая вырабатывает энергию. Эта энергия, она расходится во все уголки нашей планеты, по определённым сетям, и доходит до нашей комнаты. И мы заходим в квартиру в темноте, раз, нащупали, включили выключатель, лампа загорелась, стало светло и уютно. Но для того, чтобы лампа загорелась, она должна быть вкручена в систему энергообеспечения. Лампа сама по себе может быть прекрасной, очень красивой, лежать в магазине на полке или дома в шкафу, но она не имеет своей функции, она не живая в каком-то смысле, до тех пор, пока до неё не дойдёт эта энергия. И в лучшем случае можно использовать для штупания носков. Так вот, вставить её и зашить какие-то погрешности нашей одежды. Но она не будет приносить тот результат, для которого она сотворена. Так и человек. Он может жить где-то и быть неплохим человеком, но пока он не оживёт, пока до него не дойдёт вот эта энергия, в которой есть жизнь, благодать, он не будет служить своему предназначению в полной мере. И, конечно, Господь так устроил, что вот эта система жизни, энергообеспечения — это и есть церковь, в которой человек приходит, соединяется с этим источником энергии и оживает, и начинает приносить пользу человеческую, начинает освещать вокруг себя жизнь. Поэтому это серьёзный момент. И если, прожив жизнь, человек так и не включится в эту систему, так и останется бесполезной вещью, которая, может быть, и красиво выглядит, ты могла бы быть полезной, но в ней нет жизни. Избави нас от этого, Господи! Господи сил, помилуй нас! Субтитры создавал DimaTorzok